Встреча началась с минуты памяти, посвященной Шабтаю фон Калмановичу. Ча жизнь трагически оборвалась 10 лет назад. Именно благодаря усилиям этого энергичного и страстно влюбленного в баскетбол человека в Видном в 2005 году появилась новая женская команда «Спартак». Уже с первых комбинаций на паркете стало понятно. Борьба предстоит упорная и сложная. Ведь за мяч с нашими спортсменками сражались опытнейшие титулованные баскетболистки из Уральского УГМК. По таблице нам бороться не за что с ними. Конечно, они лидеры, и никто не рассчитывает, что мы выиграем. Но мы должны показывать свой уровень, и мы не можем проваливаться. Самое важное – показывать стабильность. Им нужно просто расслабиться, поверить в себя и делать ту работу, которую они могут. А они могут. На тренировках они это делают, и с сильными соперниками они это делают. В стартовые 15 минут команды шли вровень. «Спартак» ярко конкурировали с чемпионками России, и 9 раз табло фиксировало одинаковый счет. И хотя к середине следующего отрезка Екатеринбурженки ушли вперед, наши спортсменки не сдавались. В наших, конечно, но точно сократить счет. И я надеюсь, что будет борьба, потому что в наших силах главное – защищаться. Конечно, на стороне «Спартак» и «НК» были болельщики. Эти встречи проходила при горячей поддержке родных трибун. «Чувства через край, эмоции прям бьют ключом. Обожаю баскетбург. Мы выруем победу. Я надеюсь на это, я искренне верю. Мы болеем от всей души своей команды, надеемся, что они все-таки победят. Отличная игра, но, конечно, тяжело с «Спартаком» против «Грайнер», очень тяжело. Кольцо проигрываем, она подбирает, забивает достаточно легкие мячи, поэтому преимущество, я думаю, за этого. Мне кажется, просто результативность при попадании в кольцо очень, так скажем, захромала второй четверти. Если будем забивать все свои, то, я думаю, игра вернется». Но спортивная удача оказалась не на нашей стороне. Вторая половина встречи прошла под диктовку баскетболисток из УГМК. И все же видновчанки не опускали руки и в конце матча сделали серию точных дальних бросков, наколотив в кольцо соперниц целых 36 очков. Однако этого оказалось недостаточно для возрождения интриги. Итоговый счет, увы, 76-92. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин. Видное ТВ.